МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, и мои коллеги расскажем вам о последних событиях в городе и районе. Вначале коротко о главных темах выпуска. В формате круглого стола глава района Валерий Венцель встретился с активными пользователями портала Добродел. Мы по сентябрю месяцу занимали первую позицию среди всех муниципалитетов Московской области по количеству обращений. Ленинский многофункциональный центр вошел в десятку лучших в регионе. Девочки работают хорошо, принимают быстро. Жить полной жизнью, несмотря ни на что, могут люди с ограниченными возможностями. Конечно, социализированный у меня ребенок. То есть у меня и в магазин ходят, и на занятия самостоятельно ездят. В формате круглого стола глава района Валерий Венцель встретился с жителями муниципалитета, которые активно пользуются порталом Добродел. Приложение позволяет направлять через интернет свои жалобы и предложения по различным проблемам. Система работы портала организована таким образом, чтобы запрос автоматически попадал в профильное ведомство. Подробнее о встрече расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с активными пользователями портала Добродел. За два с половиной года работы приложения можно проследить динамику увеличения числа пользователей. Количество поступивших обращений в 2018 году уже больше, чем в два раза по сравнению с прошлым годом. По статистике, самые активные пользователи проживают в муниципальных образованиях Подмосковья, расположенных ближе всего к столице. Мы по сентябрю месяцу занимали первую позицию среди всех муниципалитетов Московской области по количеству обращений. Мы даже обогнали Балашиху Большую. Там, где зарегистрированное количество жителей, порядка 400 тысяч человек, мы с нашими 128 тысячами обогнали по количеству обращений. В нашем районе больше всего обращений приходит от жителей Видного и сельских поселений Булатниковское и Развилковское. Более трети всех обращений связаны с проблемами во дворах. Почти 30% вопросов о ситуации с многоквартирными домами, а 15% о состоянии дорог. В ходе встречи от активистов поступили предложения по улучшению работы портала. Пользователи хотят, чтобы он стал более автоматизированным, а похожие обращения не дублировались. Например, на какую-то категорию, по которой он хотел обратиться, он бы видел, что по этой категории уже был решен вопрос. Глава района подчеркнул, что для успешной совместной работы необходима обратная связь, а для этого желательно сделать систему менее анонимной. Наша задача, вот еще раз, не готовить качественный ответ, а все-таки исполнять те обращения, которые активные пользователи доброделу нам присылают. Подобные встречи с активными пользователями добродела планируется проводить на регулярной основе. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. Глава Ленинского района Валерий Венцель принял участие в приеме жителей, который провел депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Подобные мероприятия стали уже традиционными. Для того, чтобы полнее понимать картину событий, происходящих в муниципалитете, на помощь депутату приходят представители руководства Ленинского района. А рассмотрение вопросов в тандеме позволяет использовать более широкие возможности для решения проблем граждан, как на муниципальном уровне, так и на государственном. С какими обращениями жители района пришли в этот раз, узнал Максим Козлов. Это депутатское утро начинается с рукопожатий и шутливого вопроса, который моментально создает неформальную атмосферу. Вскоре к депутату присоединяется глава муниципалитета. Как показывает практика подобных приемов, большинство обращений граждан находят свое решение прямо в ходе общения. Первый же посетитель подтверждает это. Василий Лукин пришел за содействием в обустройстве лыжной трассы, где могли бы заниматься спортом жители Молковского поселения. Раньше мы за школой как-то немножко там участок у нас был, мы там еще пользовались, а сейчас нет нигде. Вот здесь и пригодились знания главы района, который досконально владеет информацией о землях каждого поселения. Я так предполагаю, мы можем за мехдвором посмотреть территорию ближайшую, да, вот Молковская деревня, где механизированный двор, и за ним в сторону поймы Москвы-реки. Просто ближайшую мы территорию найдем, она либо частная, либо там ИЖС, ну, старые построили. Валерий Венцель предложил сразу два варианта, где можно было бы сделать лыжню, а также заверил жителя сельского поселения, что возьмет решение этого вопроса под свой личный контроль. У меня очень хорошее впечатление. Я думаю, что к каким вопросам я обратился, я думаю, что помогут мне в этом деле. И Валерий Николаевич, вот то же самое, и Вячеслав Александрович. Я очень доволен. Сразу три заявителя, участники долевого строительства ЖК «Новая развилка», пришли на прием к депутату с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Люди волнуются. В октябре нынешнего года застройщик приостановил работу офиса и не выходит на связь с дольщиками. Валерий Николаевич услышал все, что вы ему сказали. Я понимаю, что ближайший план – это собрать людей на месте и спросить у тех, кто не... Да. Тот, кто несет ответственность. Да. На самом деле, что они предлагают дело в ближайшее время. Десяти минут хватило, чтобы принять оптимальное решение. В течение двух недель при содействии главы муниципалитета учредители организации застройщика встретятся с дольщиками, чтобы ответить на все интересующие людей вопросы. Правда, сами граждане пока относятся к решению осторожно. Получился конструктивный диалог? Ну, надеемся, да. Здесь будем смотреть по результатам. Недоверчивое отношение людей объяснимо. Часто этот кабинет становится последней инстанцией, куда граждане обращаются за помощью. И депутату важно завоевать доверие приходящих. Самое интересное – реакция людей, которые получают ответ на вопрос не по переписке, а прямо сегодня во время приема. Я думаю, это, наверное, одно из самых наших таких позитивных решений в свое время. То есть в присутствии главы, в общем, решать вопросы. Порядка 15 личных встреч провел депутат Вячеслав Фетисов в этом году. Всего в депутатскую приемную обратилось более 120 граждан. Максим Козлов, Егор Хлябич, Евгений Садовский. Видное ТВ. Правительство Московской области сообщает. 3 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги года добровольца в регионе. Торжественное мероприятие прошло в школе «Мозаика» деревни Путилково в Красногорске. В рамках мероприятия состоялось вручение почетных грамот губернатора и нагрудных знаков доброволец Московской области. Очень надеюсь, что с каждым годом волонтерское движение будет становиться все более популярным в каждом муниципалитете. «У нас ведется работа по волонтерству, мы всячески поддерживаем это движение», сказал в своей приветственной речи губернатор. В 2017 году в Московской области насчитывалось порядка 15 тысяч волонтеров. На сегодняшний день это число возросло более чем в два раза. Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Ленинском районе существует уже 4 года. И если поначалу туда обращались в среднем 500-600 заявителей в день, то сейчас центр ежедневно обслуживает около 2000 жителей. Впрочем, это совсем не сказывается на качестве обслуживания. По итогам работы за 9 месяцев текущего года МФЦ Ленинского района попал в десятку лучших многофункциональных центров Московской области. Подробности в нашем следующем сюжете. Каждый день с 8 утра до 8 вечера сотрудники многофункционального центра Ленинского района ведут прием жителей по самым разным вопросам. Помогают оформить субсидии и компенсации, зарегистрироваться по месту жительства, завести кабинет на портале госуслуг и получить загранпаспорт. Всего на базе центра «Мои документы» оказывается более 340 услуг. Около 2000 жителей ежедневно приходят сюда за помощью и своевременно ее получают. Об этом говорит недавно составленный рейтинг МФЦ, где многофункциональный центр Ленинского района занимает почетную восьмую строчку. Рейтинг составлялся на основе 40 показателей, среди которых основной – время ожидания в очереди. Нами введена по рекомендации Мингосуправления такая услуга, как предварительное сканирование. Если большое количество документов у заявителя, для того, чтобы не отвлекать оператора в окне, и очередь шла быстрее, у нас предусмотрены специальные места, где наши специалисты в приоритетном порядке сканируют документы, переправляют их уже специалистам в окна, и сама подача услуги занимает значительно меньше времени. Только за ноябрь этого года в МФЦ оказано 55 тысяч услуг жителям. Более половины обращений связаны с Росреестром. Также для удобства жителей сотрудники центра организовали отдельную стойку, где можно быстро и без очередей оформить субсидии. Развивается и сам центр. В декабре месяце мы открываем пять дополнительных окон в основном здании. Мы вышли на финишную прямую по открытию пяти дополнительных окон. Это будет дополнительный офис на территории микрорайона Купеленки. Мы открываем пять дополнительных окон в 2019 году на территории сельского поселения Булатневского, на территории Бутово-парк. И планируется к открытию в сельском поселении Молоковское дополнительный офис на шесть мест. В многофункциональном центре Ленинского района трудится более ста человек. Старшая смена Ольга Улеско не только консультирует и ведет прием заявлений жителей, но и контролирует работу коллег с помощью монитора, на который выведено видео со всех основных помещений МФЦ. Более востребованы услуги Пенсионного фонда, Министерства социального развития, услуги Росреестра и Кадастра. Очень большой поток заявителей в этом вопросе к нам поступает. Причем не жители только города Видного и Ленинского района, а жители всей Московской области к нам поступают. Поток заявителей очень большой, скучать не приходится. Кстати, в Ленинском МФЦ есть также филиал Московского областного БТИ, где можно зарегистрировать садовые жилые дома, узаконить перепланировку жилого помещения, получить необходимые справки и разрешения. Гражданам нравится, здесь и сразу в МФЦ обращаются, и к нам. Посетителей здесь всегда много, но недовольных почти нет. Как вам вообще работа МФЦ? Замечательно, очень быстро все устраивает. Сегодня все быстро, все хорошо. В принципе, довольно быстро. Девочки работают хорошо, принимают быстро. По собственной инициативе сотрудники МФЦ организовали выездную регистрацию на портале госуслуг школьников и их родителей по учебным заведениям Ленинского района. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В начале декабря в России традиционно проводится декада инвалидов. По всей стране проходят различные мероприятия, призванные обратить внимание на людей, которые, несмотря на свои физические ограничения, все равно живут полной жизнью. С одним из них, юным видновчанином Костей Соколовым, познакомилась наш корреспондент Екатерина Коваленко. 18-летний Костя Соколов – яркий пример человека, который, несмотря на неутешительный диагноз, постоянно развивается и каждый его день наполнен интересными событиями. Психоречевые нарушения, полученные из-за родовой травмы, не помешали молодому человеку окончить одну из видновских школ, а после и поступить в колледж. Он, конечно, социализированный у меня ребенок. То есть он у меня и в магазин ходит, и на занятия самостоятельно ездит, и много что и по дому может сделать. То есть, в принципе, стараемся развивать максимально, его подготавливать в будущей жизни. Костя добивается успеха в любом деле, за которое берется. Своеобразная стена славы в квартире Соколовых – наглядное тому подтверждение. Здесь многочисленные награды и грамоты. Такой коллекции позавидует каждый. В разное время в жизни молодого человека были театральный кружок, студия лепки, плавание. Но самые любимые его медали – за достижения в конном спорте, которому отдано больше семи лет. Как шутит Светлана, энергии сына хватает на десятерых. Кстати, и в быту Костя – главный мамин помощник. Он может, в принципе, сделать все. И пропылесосить, и помыть полы, и помыть посуду. Надо что-то прикрутить – прикрутит. Отбит – отобьет. Что нужно, то и делает. Конечно, семья играет огромную роль в жизни Кости. Это и поддержка, и вдохновение, и любовь. Горячее материнское сердце всегда по-хорошему болит за сына. Костя для меня, в первую очередь, мой ребенок. Несмотря на то, что сколько ему лет, не было бы, да, то есть для каждой мамы. И в 40 лет он будет ребенком. Ему сейчас 18 лет, и это самый мой любимый человек. Вы гордитесь Костей? Конечно. И Ленинский район, в свою очередь, гордится людьми, которые собственным примером показывают, что, вопреки обстоятельствам, можно увлекательно и радостно жить. Екатерина Коваленко, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И о погоде на среду. В середине недели адвекция теплого воздуха в столичный регион продолжится, окончательно сбивая морозы. При облачной погоде время от времени будет идти мокрый снег. Температура воздуха ночью минус 2, днем до плюс 1 градуса. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Хороших новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова